Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на вручении премии «След во Вселенной» и рядом со мной организатор детских праздников Антонина Лобачева. Здравствуйте! Здравствуйте! Мне очень приятно находиться здесь и давать вам интервью. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности, чуть подробнее о том, что вы делаете для деток. На самом деле мы уже 7 лет на рынке, мы организовываем детские праздники. Праздники чаще всего это детские дни рождения, также, конечно же, Новый год и другие календарные праздники. Мы довольно известны на московском рынке и совсем недавно начали работать в Санкт-Петербурге. В нашем арсенале более 300 персонажей разных для проведения праздников. Мы работаем со многими звездами шоу-бизнеса и медийными личностями. Нас в Москве очень знают хорошо и каждые выходные мы делаем около 50 и выше детских праздников. Соответственно, у нас очень большой опыт и мы с большой радостью всегда выступаем в качестве партнеров на подобных мероприятиях. Как называется ваша фирма? Наша компания называется Лобачева Проджект. Прекрасно! Для детей какого возраста вы организовываете праздники от и до? На самом деле мы организовываем детские праздники, начиная от выписки из роддома и заканчивая 18 годами. Наша последняя программа для самого старшего возраста называется как организация 18-летия. То есть также мы делаем вечеринки для тинейджеров, вечеринки для совсем маленьких детей, которым 2-1 годика и так далее. То есть от рождения и до совершеннолетия. Случались ли у вас в ходе организации какие-то нестандартные ситуации интересные? На самом деле да, конечно, постоянно происходят какие-то нестандартные ситуации. Это такой бизнес, который в принципе не может быть таким спокойным, постоянно что-то происходит. Например, вот недавно была ситуация, приезжает человек-паук на заказ. Переодевается и в момент, пока он переодевается, 5 минут, в этот момент ребенок с родителями, встречая очередного гостя, подбежал к воротам и сломал ногу. То есть воротами ему прижало ногу, что-то там такое произошло. И когда наш человек-паук вышел, ребенок уже не мог ходить и они все ждали скорую. И соответственно мой человек-паук не растерялся, он начал как-то подбадривать этого ребенка. И на протяжении 40 минут, пока ехала скорая, соответственно он развлекал детей, несмотря на то, что именинник был в лежачем состоянии. И потом мама именинника подошла к нему и говорит, вот это да, вот это крутой уровень, вот такие молодцы, вообще не потерялись в такой внештатной ситуации. Но у нас очень часто такое происходит. То есть что-то такое, что просто никак невозможно как-то предугадать. Да, ну это в принципе бизнес с детьми, поэтому мы ничему уже не удивляемся. С большой радостью работаем и стараемся всегда удовлетворять запросы наших клиентов. Спасибо вам большое за интервью, желаем вам развития, процветания. И я вам желаю получить удовольствие от сегодняшнего вечера. Спасибо большое, мне было очень приятно с вами пообщаться.